привет всем с вами я андрей кофтан и рад вас видеть на нашем канале андро news перед тем как начать этот выпуск я хотел бы сообщить что нашему генеральному спонсору кэшбэк сервис улитишопс исполняется три года в эти дни будут повышенные кэшбэки различные акции общем подробную информацию вы найдете по ссылке в описании прошу всех тех кто заинтересован принимать участие вот и всех тех кто еще не не осуществил какие-либо покупки крупные сделать это именно сейчас потому что первый будет повышенные кэшбэки и во вторых следующая миссия наша ставка кэшбэка немножечко понижается потому что какие-то условия там пересмотрели алиэкспресс изменили какие-то изменения там на алиэкспресс поэтому все рекомендую это делать именно сейчас с кэшбэк сервисом летишопс мы работаем уже достаточно давно этому сервису я доверяю вот и могу всем его рекомендовать без угрозения совести наверняка любителям андроида не нужно объяснять что такое ценоген мод но немногие знают почему этот проект закрыли и в чем его разница с новой операционной системой line hos давайте-ка я проясню ситуацию для этого нужно немного погрузиться в историю думаю будет интересно погнали ценоген мод это операционная система с открытым исходным кодом которая представляет собой чистый android без каких-либо предустановленных оболочек и лишних сторонних приложений от разных производителей данной оболочки берет свое начало в 2010 году изначально разработка ценоген мод не имела коммерческих целей основным ее назначением было предоставление дополнительных возможностей и получение нового опыта как обладателям старых так и новых устройств операционная система быстро обрела своих поклонников и стала одной из самых популярных на то время среди любителей проводить эксперименты со своими смартфонами вместе с ростом популярности росло и развитие данной оболочки уже в 2013 году ведущий разработчики системных образов стив кондик наряду с несколькими единомышленниками решили основать компанию soyanogen inc для получения прибыли от создания коммерческих вариантов собственной операционной системы разработка велась в основном для малоизвестных производителей с целью привлечь как можно больше внимания на свою сторону других производителей как следствие этому стал совместно заключенный контракт с на то время малоизвестной в наших странах компании oneplus позже этот контракт был расторгнут исполнительный директор цена объяснил это тем что oneplus всегда строила свой бизнес стороне от партнеров отказываясь заблаговременно посвящать их текущие планы в декабре 2016 года между генеральным и исполнительным директорами soyanogen inc произошел конфликт длившийся несколько месяцев из-за принципиально разных взглядов на будущее компании в результате было решено провести серьезную реструктуризацию вследствие которой генеральный директор ушел в отставку прекратив дальнейшее развитие своих разработок под новым руководством soyanogen inc решила ставить поддержку проекта с открытым исходным кодом вместо этого компания сосредоточилась на программе собственных девелопментских решений soyanogen modularos которая в дальнейшем была переименована в lineage os именно ее мы сегодня и рассмотрим lineage s представляет собой как мы уже говорили ранее чистый android без предустановленных приложений в отличие от многих решений других производителей основным ее преимуществом является обеспечение более плавной и стабильной работы системы а также потребление меньших ресурсов оперативной памяти что позволяет запускать и хранить не большее количество приложений одной из проблем стоковых прошивок смартфонов от производителей является частота обновления операционной системы на lineage они выходят с завидной периодичностью в них как правило не только исправляются существующие ошибки и устанавливаются самые свежие патчи безопасности но также периодически появляются новые интересные возможности в зависимости от устройства на котором установлена данная система например даже на старых смартфонах samsung становились доступными такие параметры как смена интенсивности вибрации подсветка системных клавиш при получении уведомлений и многие фишки новых версий android помимо самой lineage также имеется множество как ночных так и стабильных сборок от других разработчиков на ее основе так что если ваше устройство отсутствует в официальном списке поддерживаемых ей то это еще не повод расстраиваться итак начнем наше знакомство на примере one plus 3t lineage установлен на седьмую версию android и по сути интерфейс также от чистого андроида но тут у вас появляется возможность кастомизации во первых вы сами сможете выбрать размер ярлыков установить нужны ли вам подписи под значками или нет кстати без них все выглядит довольно минималистично особенно виден эффект если пользоваться стоковыми обоями с помощью настроек вы также сможете менять стиль меню и цвет меню особенно порадовала возможность тонкой настройки дисплея не подумайте это все было и в старом добром циане но еще раз обратить внимание на эти приятные моменты стоит тут вы можете вручную менять и оттенки и температуру и насыщенность в общем все настраивать под свой вкус до мелочей некоторые фишки которые нам уже сейчас известны по 6 версии флайм также есть циане а именно продвинутый гостевой режим и системные профили с продвинутыми поднастройками да кстати кто любит на экранной кнопки их тут также можно включить есть несколько режимов энергосбережения которые действительно работают и от них есть толк плюс вы сможете вручную выбирать уровень производительности то есть если вы играете в игры устанавливаете максимальный не играете минимальный и это все сказывается на времени автономной работы привычный и не только жесты в line edge также есть быстрый доступ камере вот спящий режим двойным тапом по статус бару и так далее для любителей слушать музыку по умолчанию установлено приложение аудио fx свайпером оно конечно же не сравнится но для обыкновенного пользователя толк от него будет но самой главной причиной по которой многие устанавливают line edge с это поддержка root прав по умолчанию благодаря встроенному супер юзер предоставив права супер пользователя вы сможете осуществлять контроль не только над отдельными процессами но и над самой системой в целом получая возможность управлять частотой процессора и пользоваться приложениями требующими root права однако стоит быть осторожными так как совсем недавно google приняла решение дать разработчикам всех приложений возможность скрывать их от рутованных устройств или имеющих разблокированный загрузчик это связано прежде всего с вопросами безопасности различных банковских и платежных программ от возможного вредоносного кода который становится возможным занести при полностью открытом системном доступе так что следует избегать установки приложений с подозрительных источников что можно сказать в итоге попробовать line edge действительно стоит с ее помощью можно сделать свое устройство не только еще более быстрым и функциональным но также получить дополнительные возможности отсутствующие в стоковой прошивке от производителя но не стоит забывать о вопросах безопасности ведь порой неосторожные действия могут приводить к печальным последствиям но в целом это все тот же старый добрый цианоген просто с другим названием ставьте пальцы вверх если вам понравилась данная тема ну и просто чтобы поддержать наш проект набираем 5000 лайков и приступаем к следующей не менее интересной теме у меня кстати уже 20 заготовочек есть так что дерзайте подписывайтесь на канал добавляйтесь в наши социальные сети и читайте новости из мира Android с помощью нашего мобильного приложения все ссылки вы найдете в описании ну а с вами был как всегда я Андрей Ковтун специально для AndroNews да пребудет с вами Андроид пока 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 пока